Казахское национальное блюдо И свой особый метод, его приготовление нам представит известная телеведущая, журналистка, психолог Гульбаршин Заирова Госпожа Гульбаршин, добро пожаловать в студию Всем известно, что мы с Гульбаршин близко общаемся уже 20 лет, так что давай перейдем на ты Гульбаршин Заирова Журналист, предприниматель, психолог Предпочитает светлые тона Любимый напиток – турецкий кефир Любимый писатель – Бахожа Мухай Любимая песня – Сием Си Генде Гульбаршин, мы используем грибы и приготовим хурдак Хурдак, какие ингредиенты нам понадобятся? Вообще-то не так много, думаю, учиться тут особо нечему Но каждый готовит блюдо по-своему Лично я сначала поджарю мясо в казане У всех по-разному Кто-то сначала поджаривает лук, а я мясо Сейчас нарежем баранину Айнур, ты мне поможешь Помогу Значит, мы используем говядину и баранину Помельче Конечно, курдак – это всегда вкусно Но я сама не особо люблю баранину Я люблю погрызть кости, люблю говядину Этот курдак прямо для меня Айнур, как ты сказала, мы дружим уже 20 лет Я знаю, что Айнур обожает жирное Так ведь? Я люблю макать в жир хлеб Да, хлеб с жиром, я такая же Думаю, что люди узнали недавние соцсети, что бульбаршин стала свекровью С одной стороны, я обрадовалась, но и огорчилась Подумав, что ее новый статус показывает, что мы уже стареем И каково быть свекровью? Особо не прочувствовала Ты ведь знаешь мою подругу Галью Шалдербаеву С которой я вместе училась Когда я выходила замуж, она первая спросила меня, каково быть невесткой Такое ведь тоже сразу не прочувствуешь Если только не факт того, что ты попала в чужую семью А так меня приняли как родную дочь И ты приняла невестку как родная мама Я? Скажи правду Привирать тут не надо Мне кажется, что слова «люблю как свою дочь» станет мне родной Это все пустое У невестки свой статус, а у свекрови свой Говорят, что между невесткой и свекровью идет нескончаемая невидимая война Ладно, у тебя только-только появилась невестка А какая невестка ты сама? Не знаю, какая получилась из меня невестка Это надо спросить у свекрови Здесь я хочу отметить, как человек, который хорошо знает свекровь Гульбаршин, ее сына и мужа У Гульбаршин хорошее отношение со свекровью, они ладят Желаю всем женщинам такую же радушную, добрую свекровь, как у Гульбаршин Не сомневаюсь, что Гульбаршин сама станет прекрасной свекровью, пройдя через воспитание За Кирой Апай За все 25 лет я ни разу не видела, чтобы Гульбаршин хмурилась или поднимала голос Ты вообще сердишься? Сержусь, но когда никто не видит в темноте И на кого же ты сердишься в темноте? Не знаю даже, кажется, я редко сержусь Иногда задумываюсь, почему я не сержусь, или мне не хватает сознания Мы проводим психотренинги, уроки, онлайн-занятия Когда мы только открывали для себя психологию, Гульбаршин уже освоил эту сферу Наверное, уроки психологии сделали тебя такой степенной, уравновешенной Да? Ты рано начала, да? Да Кто был твоим первым учителем? Не могу сказать, что кто-то определенно учил меня психологии Например, мы сейчас, у кого ты училась? Началась книг Натальи Правдиной Этого я никогда не скрывала Где-то в 22-23 года взяла в руки ее книгу Значит, прошло уже примерно 20 лет Да Я прочитала книгу и использовала ее методики Сейчас смотрю, как женщины внимательно слушают твои уроки И вижу в них себя в молодости Но современным женщинам повезло больше Потому что они получают всю информацию на родном языке А информации много, да? Да, много Тем более получают ее от себя Сейчас ведь работает много женщин-психологов Поэтому в этом смысле женщинам сейчас повезло больше А я училась на русском языке Интернет в то время не был так развит Я искала книги, читала их Еще тогда я сделала вывод, что надо обязательно применять на деле то, что узнаешь Например Прочитано не должно оставаться только в мозгу Люди делятся на теоретиков и практиков Я отношу себя к практикам Как прочитала, сразу применила Например, аффирмации Об этом есть в твоей книге Да Она недавно вышла в свет Я читаю ее с восторгом, потому что в свое время читала знания только на русском И насколько эффективны аффирмации Очень эффективны Как они помогли в твоей практике? Я всю жизнь применяю аффирмации Аффирмацию не следует воспринимать как термин или шаблон Она должна врасти в твое сознание Она обязательно сработает, если пропустить ее через сердце Например, моя аффирмация Самая любимая аффирмация Гульбаршин Заировой У меня нет какого-то жесткого правила, устоявшейся аффирмации Но врать не буду Я вычитала из книги Натальи Правдиной Слова «Я есть любовь» И попыталась глубже понять их смысл В то время я не понимала Но со временем поняла Человек должен излучать свет Сам стать любовью для того, чтобы жить по-настоящему счастливо Мясо готово Говядину нарезали мелко, в чем помогла госпожа Айнур Это баранина Теперь нальем масло в казан Масло на свое усмотрение Вообще, чем курдак жирнее, тем лучше, да? Да, я люблю жирный Некоторые предпочитают суховаты, без жира Мне так удобнее, чтобы макать хлеб Да, кажется, еще дольем У казахов говорят Мы с Айнур обе любим макать хлеб Так что налью побольше масла Народи говорят, увидишь настоящий курдак Когда сваришь его из верблюжатины Я им поинтересовалась, почему так говорят Оказывается, верблюжатина очень жирная Если будете готовить курдак из нее То все вокруг станет жирным Хазан, тарелка, ложка Я сама это видела и решила Что поэтому так говорят Теперь положим кости баранины, говядина, грибы Особенный рецепт курдак агульбаршин Мать четверых детей недавно стала свекровью Подошла к возрасту, когда становятся бабушками Постарше нас Сказать кое-что интересное? Попытаюсь выкрутиться тем, что среди подруг Не я первая стала свекровью Айнур Коббасарова, Гульнур, мама Саринова Выдали дочек замуж Еще есть Мейргуль, Шолпан Женили детей, нянчат внуков Оказывается, на тебя влияет то, что кто-то из подруг Стала свекровью Если бы Айнур опередила меня, меня бы это простимулировало А когда сама стала свекровью, уже не так чувствуется Не чувствуется Нет, воспринимаешь это как нечто естественное? Не знаю, но я разницы не чувствую Стала свекровью или нет? Пока нет А кто захочет стареть? Когда положим лук? Сейчас положим сверху Сначала прожарим мясо минут 10-15 Сначала я положила баранину с косточками После нее положим говядину Лишняя посуда Подать соль Курдах замечательное блюдо, быстро готовится Достойное блюдо Сейчас, к примеру, наши дети не жарят мясо Вот именно Почему же нам все это кажется вкусным? Я думаю, что нынешние дети больше ориентируются на шаблоны Информации ведь много, соцсети, книги То есть они думают, что заболеют, если лишний раз едят такое мясо Видимо, такие у них понятия Считают, что так и случится Нам ведь тоже кажется, что дети могут заболеть Не ешь сырое, не ешь сырые рыбу Айнур, ты ведь психолог Если говорить, не ешь, а то заболеешь Ребенок обязательно заболеет Надень шапку, простынешь Да Некоторые даже говорят, простудишь голову и умрешь Прямо приговор выносят Здесь я хочу отметить Айнур знает, какая я хорошая мама Вообще, лично я относила себя к числу не самых хороших матерей Наверное, так у всех, мам Да Чувствовала себя виновата Неужели я плохо забочусь? Разве я плохая мама? Да, у меня такое было Избавилась от таких мыслей не так давно Лет 10 прошло А до этого у меня так и было Сколько бы книг ни прочитала, какие бы аффирмации ни говорила Но необходимо убедиться самой Нарежем сюда чеснок Еще нарезать? Помельче Да, помельче Я не помню, чтобы мама добавляла чеснок в курдах Я увидела это в соцсетях и так далее Оказывается, почти во все блюда добавляют чеснок Я тоже Я решила попробовать так Действительно вкусно получается Особенно мы любим жареную картошку с корочкой Когда останется пара минут до готовности, положите сверху немного чеснока Тогда весь дом наполнится ароматным запахом Картофель получится еще вкуснее, ароматнее, если добавить за 2-3 минуты до готовности Обычно я добавляю чеснок после лука Такое у меня правило А вообще я не следую правилам Готовлю так, как мне нравится Уметь добавлять на глаз – это хорошо, да? Да, не надо измерять Пока курдах поджарится Я люблю хорошо прожаренное мясо Я тоже Мы хорошо раскалили казан Сейчас сверху положим лук Да и чеснок готов Тогда нарезать грибы и картофель Подготовить Как нарезать картофель? Помельче? Сейчас покажу Раздели пополам, а потом так же, как и лук Можно и так Вообще, я все разделываю мелко Да, так Наверное, это правильно Так быстрее готовится, да и вкуснее Это ведь впитается в картофель И жир Да Картофель впитает в себя вкус мяса, лука, чеснока Так будет вкусно А если нарезать крупно, то выглядит, как в ресторанах Еще один лайфхак Если вы пересолили мясо, то можно положить побольше картофеля, который впитает лишнюю соль Да, у него есть такое свойство Какие еще любимые блюда ты посоветуешь? Вообще, я дома не такая уж Не повариха Не назову себя поварихой Это ложь, если скажу Народ ведь все видит, да? Дети и муж засмеют, если услышат Мой визит на кухню – это большой праздник Стоит мне зайти на кухню, начать что-то готовить, как все дети спешат заснять это на видео Мама готовит Не думаю, что это каприз Сама знаешь, в свое время мы жили в общежитии, еду готовили сами Мы ровно пять лет не покупали хлеб Да, ты пекла его сама Да, пекла сама Я свидетель Я вспомнила, что в те времена ты готовила на завтрак кашу по-турецки Да, такая вкусная, сладкая Из мелкой вермишели Да-да, мелкой вермишель, сыр на молоке Было очень вкусно Я где-то увидела этот рецепт Я ведь работала тогда на турецкой кафедре Тогда и научилась у турецких друзей У меня были подруги, Айлин, Пынар, они и научили А моим любимым блюдом был сырный суп Очень экономный и легкий для приготовления Да, он быстро готовится Да, нарезаешь куриное мясо мелко, прожариваешь на оливковом масле Еще мелкими квадратиками Нарезаешь лук, морковь Заливаешь водой А в конце добавляешь сыр И все, да? Все Картошку клали на свой вкус, можно и без нее Айнур, пора добавить наш чеснок Морковь уже добавили Я перемешаю чеснок Чуть-чуть перемешать Мясо жарится на масле Перемешали с луком Добавили чеснок Можно накрыть на 2-3 минуты Обычно я не готовлю курдах на медленном огне Не сильно Да, я делаю так А мясо не станет жестким? Не станет Потому что в нем есть свои соки И с этим соком оно прожарится Да, мясо не станет жестким, пока есть соки Я сама в этом убедилась Когда мясо основательно прожарится, можно подлить воды А до этого ничего не случится Да, с водой жестким не станет Да-да, хороший лайфхак Без воды будет жестким Да, без воды так и будет Мы уменьшаем пламя, опасаясь, что мясо будет жестким Кажется, что на медленном огне оно будет мягче Да, это когда вода выпарится Итак, мясо прожарилось Мы 15 минут жарили баранину и говядину Еще раз перемешаем И положим сверху остальные ингредиенты Сначала грибы Потому что это тоже основной продукт Как и мясо Вообще часто заменяют ими мясо Я перемешаю, картофель добавим после них Перемешаем мясо и грибы Закроем и подержим минуты 3, чтобы пропитались Я люблю жареные грибы Обычно жарю вместе с грибами Да, это хорошая идея добавить их и в курдах И кажется, что мяса много, вкус особенный Да, вкус особенный Возможно, грибы впитают в себя вкус мяса Или же наоборот Но их сочетание дарит блюду неповторимый вкус Да, скоро будет готово Ты пока нарежь, а я буду жарить Грибы поджарились Огонь не уменьшали Да, не уменьшали Огонь сильный Да Не перепутайте Я готовлю курдах вот так На постоянном огне А сейчас добавим соль на глаз Оказывается, я всегда делаю все на глаз Конечно, если мясо до этого солили То надо сначала попробовать Если мясо не соленое, то можно добавить примерно половину чайной ложки Думала, что только я так кручу казан на плите Оказывается, моя мама тоже так делает Раньше ведь таких ровных плит не было Готовили на обычной газовой И мама вот так и крутила Мне было интересно Думала, когда же я вырасту и достану до плиты Слава Богу, дожила я до этих дней Да, теперь положим картофель Мясо поджарилось Лук положили, после него чеснок А потом мелко нарезанные грибы Я положила картошку и нур Теперь прожарим еще вместе с мясом Сейчас начнется А когда основательно прожарим, тогда и убавим огонь Да Пользуясь моментом, выражаем благодарность за содействие в съемках компании АЖК У нас в гостях в студии телеведущая, филолог, журналист Психолог Гульбаршин Заирова Она готовит казахское блюдо Курдах по новому рецепту Оставайтесь с нами Сколько еще времени будет готовиться? Еще минут 10 Да, 7-10 минут Будет достаточно, да? Да Огонь все еще сильный Мы не убавляли? Теперь убавим Теперь убавим Перемешаем в последний раз и убавим Помоги мне, пожалуйста Если подержать так дольше, может подгореть Мы жарили полчаса Полчаса на сильном огне, чтобы мясо хорошенько прожарилось Мясо выделило все соки и прожарилось А теперь? Теперь нальем воды Подай-ка мне тут чайник Обычно я заливаю холодной водой Почему? От горячей воды кажется, что мясо затвердеет или сильно закипит Поэтому наливаю холодную воду И она успеет впитаться, пока нагреется Перемешаем и убавим огонь Да Осталось 2-3 минуты до полной готовности Чтобы ты посоветовала женщинам по части кухни Да, воспользуясь моментом, я расскажу о блюдах, которые знаю Например, дома есть огурцы Не нужно специально их покупать Можно взять те, которые завалялись в холодильнике Нужен обычный пакет Обычный пакет Да, положим в него огурцы Потом чеснок Чеснок разрезав пополам Можно положить 5-6 долек и обычный укроп Разделим его пополам и положим Еще немного соли Побольше соли Перемешиваем И через один день соленые огурцы готовы Даже за 6-7 часов Перемешаем хорошенько и плотно завяжем Положим на тарелку на случай, если протечет И положим в холодильник на 5-6 часов Воду не наливаем, ничего не наливаем В таком виде и положим За 6 часов будет готова Настоящие соленые огурцы В такие моменты веришь в слова о том, что талантливый человек Талантлив во всем Выходит в эфир, выступает на радио Пишет в инстаграме Бизнесвумен, успешная предпринимательница Удивляешься, когда она успевает узнать Столько полезного Айнур, я самой себе завидую Почему я не знала о таком? Ты ела у нас дома, но не спрашивала, как готовиться Думала, что уже готовые Я думала, что это обычный маринад Оказывается, готовится всего за пару минут Обязательно сделайте такие же Приятного аппетита! А мы начнем накладывать курдах Сначала выложим кости, чтобы не мешали Чтобы не мешали и было легче оформлять Когда держишь пост, невольно слюнки текут Стоит увидеть фотографию ды Думаю, мужчина, увидев, как мы достаем курдах Срочно звонит домой и просит, чтобы им приготовили курдах Потому что он вызовет аппетит у любого человека Настал самый прекрасный момент, Айнур Когда мы с тобой макаем хлеб Залью сверху Сейчас все растечется и впитается Теперь Украсим Думаю, это и есть настоящий курдах В западных регионах я видела, как курдах готовят без картофеля и лука Наверное, так тоже вкусно Но я обожаю картофель, поэтому ем только такой курдах Да, это наш обычный южный курдах Какой мы едим с малых лет Итак, наш курдах из баранины и говядины Сделанный по рецепту гульбаршин Уже готов Оставайтесь с программой Тага Изобилие вашим столам и благополучие в доме До новых встреч Гульбаршин, спасибо, что пришла к нам И вам большое спасибо Приятного аппетита Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!